21 августа через пограничный пропускной пункт Латчин в сторону Армении проследовало несколько десятков человек армянского происхождения. Разные источники приводили разные цифры от 40 до 60, но не в количестве дела. На следующий день, то есть во вторник утром, когда готовился этот материал, поступило сообщение, что ожидается отъезд еще около 100 лиц. Некоторые армянские СМИ сообщили, что это в основном переезжающие на новую родину граждане Российской Федерации, а также поступившие в зарубежные вузы студенты из Карабаха, отправляющиеся якобы на учебу. Из распространенных, начиная с понедельника, видеокадров, снятых нашими коллегами с телевидения, видно, что уезжающие путники держат в руках как российские паспорта красного цвета, так и армянские синего. Ну, а гражданах республики Армения, пока еще разъезжающих туда-сюда в обход визовых правил Азербайджан, мы еще поговорим в наших следующих выпусках. А пока остановимся на гражданах России, которые вчера и сегодня пересекли государственную границу Азербайджана, надеемся, в последний раз в своей жизни. Как они вообще оказались в Карабахе? Тут невольно вспоминаются первые послевоенные недели и месяцы, когда после понесенного на поле боя позорнейшего военного разгрома армянские реваншисты решили спробовать план «Б» – условно-абхазо-осетинский вариант, примененный ранее также в Приднестровье, Крыму и восточных областях Украины. Кое-кому «шибко умному» показалось, что опробированный в других республиках бывшего Советского Союза пилотный проект с раздачей российских паспортов может оказаться успешным и в Азербайджане. Побегают полгода за сигаретами для миротворцев, пошестерят малость и авось заслужат гражданство, а вслед за ним и покровительство со стороны Белокаменной. Перинулись женщины печь торты, а в свободный отдел кондитерских время частенько навещать палатки миротворцев для преподнесения им сладостей иного рода. Известного еще с языческого периода истории их предков. И все это происходило на фоне усиливающихся голосов о добровольном вхождении Карабаха в состав Российской Федерации. Ссылались даже на Гюлистанский договор 1813 года о якобы добровольном вхождении армян Карабаха в состав Российской империи. Естественно, не вспомнив даже о Кюрикчайском договоре, собственноручно подписанном восемью годами ранее азербайджанским правителем Карабаха Ибрагим Халилханом. Ну а это же понятно, а Миацуми с разгромленной Арменией, покинувшей под тяжесть оккупитуляции, причем без боя сразу целых три оккупированных района, мечтать уже не приходилось. Поэтому оставалось искать нового покровителя. Или, как иногда женщины называют своих спонсоров, богатенького папика. Мы ведь помним огромные баннеры с портретами президента России Владимира Путина вдоль дорог, на стенах зданий в Армении и Ханкенди, а также в других местах, с текстами, от которых разило, как говорят в народе, 72% мылом. Помним также, как спешно их убирали, когда в Армению наведалась мадам Пелоси. Как говорится, было бы мыло, а для кого его использовать, это уже вопрос вторичный. Спешно открыли в Карабахе так называемую русскую общину, набрав в ее состав лиц, которые были такими же русскими, как и японцами. В Ходжалы в спешке воздвигли православную церквушку, удобно умолчав о том, как они обращались с действительно православными церквями в Шушей недалеко от Ходжавенда. Ну и, разумеется, бросились писать ходатайство о принятии российского гражданства. Нет, не для того, чтобы переехать затем в Россию, а для того, чтобы остаться и продолжать свою подрывную деятельность, которая принесла свои плоды, пусть даже временные, в некоторых областях Грузии, Молдовы и Украины. И чем это завершилось? Завершилось это очередью на ППП Лачин и незапланированной репатриацией на новую родину. И пониманием того, что Азербайджан – это вам, детки, не лаборатория для всевозможных экспериментов, и не место для доктрины русский мир, а земля, на которой действуют законы и конституции Азербайджана. Граждане страны, соблюдающие законы и, главное, верность к государству, могут свободно жить и пользоваться всеми конституционными правами. Но те, кто вздумал разрушать страну изнутри, рано или поздно услышат ставшую уже в короткие сроки мемом фразу «Дюзгет». Правовое поле постепенно, медленно, но верно возвращается в огрызок. Процесс добровольного отъезда неграждан продолжится, и останутся здесь только носители удостоверений личности Азербайджанской республики, не запятнавшие свои руки преступлениями. И процесс этот уже необратимый, о чем теперь свидетельствуют утечки о готовности Араика Арутюняна разблокировать дорогу из Агдама и отправить своих людей с поникшей головой на диалог в Борду. Впрочем, это уже совсем другая история.